Дамы и господа, в самом конце улицы Кара-драйв мы сейчас увидим фильм ужасов. Отсюда выехали люди проблемные. И мы сейчас посмотрим, что они после себя оставили. Естественно, это не наши, не славяне, не русские, не украинцы, не белорусы. А люди, которые владели этой улицей последние лет пять, и вот сейчас они выехали. Надо было... То есть они мало того, что выехали, они не заплатили за несколько месяцев в аренду и оставили дом в ужасе. До того, как они заехали сюда три года назад, примерно, здесь был листящий ламинат, дерево. Сегодня он весь поцарапанный. Здесь вообще уничтожены. Стены до смерти убитые. Не хватает там вентилятора. Было видно. Здесь кухня, посмотрим кухню. Кухня особо... Хозяйка... На самом деле, здесь хозяйка не очень вложила денег достаточно. Вот, кухня, ничего не сделала с кухней. Ой. А здесь, извините, это не для детского зрения, поэтому, дети, не смотрите, это ужасы. Печка страшно грязная. Пройдём наверх. Карпит, как будто на нём водили стадо коров. Запах в нём держится, поэтому карпит немедленно снимется, заменится, и либо повесится ламинат. Сразу мы заходим в следующий ужас. Ванна, туалет. Света здесь нет, естественно. Люди не платили, поэтому от ним всё отрубили. Карпит ужасный. Зачем вообще такой карпит придумали? Вот здесь, как смотрится, жалюзи. Это всё заменяется. Паутину даже не убирали. Вок-ин-клозет. В общем, я просто хочу показать, что до и как будет после. Я вообще не знаю, насколько хозяйка ещё вложится после. Но я надеюсь, хорошо. Кондиционер не центральный, это большущий минус. Вот, ну, зная рынок, люди не все хотят с таким кондиционером жить. Но если будет дёшево, то люди пойдут. Вот второй кондиционер. Вот как вторые жалюзи смотрятся. Декоративность. Как в каком-то галереи, какого-то абстрактного дизайна. Но некрасиво. Сломанные дверки. Вот вторая комната. В общем, вот второй этаж. Поняли всё. И на улице посмотрим, как там на улице стоят дела. Ну, в общем, тут весь ремонт будет сделан наверху. Наша задача найти или поставить ламинат. И классно сделать пол. А внизу, ещё посмотрим, надо будет её убеждать, чтобы она сделал классный ремонт. Здесь, на улице, здесь будет порядок. Сюда ищется тоже владелец. Здесь тоже меняется пол. Может, видите, я снимал за 950 квартирка. Там меняется ламинат. Так же самое, как и здесь будет. В общем, с этого два проблемного дома, два хозяина выехали. Вот не два хозяина, а два жителя проблемных. И сейчас мы начинаем улучшать вот этот регион. Напротив, неизвестно, кто живёт. Там никто не живёт, вот здесь. А вот здесь она хочет продать этот джип за 1700 долларов. Не хозяйка... Ой. Что это такое? Мне интересно, что внутри, сколько оно всё стоит. И мне кажется, 1700 много, да? Нет номера даже, регистрации. Кто-то разбил окно. Надеюсь, здесь никого нет. Кожаный салон зато. Разбили, да? Вот проблема номер два. Вот стирка, которую надо... О, они закрасили, молодцы. Хотя бы хоть что-то сделали. Это что здесь было страшно раньше. Проблема большая, это что вот эта вот штука, вот эта вот район... Не район, а вот эта точка. Привлекает в себя неблагополучных людей. И они вот... Ну вот, видите, да? Несмотря что через дорогу очень классный теннисный корт богатых апартментов. А здесь во время Второй мировой войны попала бомба. Я так утрирую, конечно, но здесь нужно что-то сделать. И если местные сокромичане знаете каких-то... Компании, которые могут ещё ребёнку завести сюда или устроить это всё, сообщите мне, чтобы я связал с хозяйкой. Я какое дело к этому имею? Никакого. Я просто хочу улучшить нашу улицу. Вот такой фильм ужасов на нашей улице. Всё. Давайте через месяц... Нет, меньше, наверное. Через неделю, две-три вот эта квартира уже будет готова к заселению. Она будет стоить, сколько хозяйка скажет, но я думаю, она захочет тысячу паксов. Несмотря что она три года назад стоила бы 700 долларов. Ну вот такие сейчас цены. Всё. Пойдём замеряем это всё и уезжаем. Всё.